Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. Это продолжение нашей карьеры за канал. И сегодня у нас три интересных матча. Мы играем матч первый против Бирмингема на выезде. С ним эта команда играет на 22-й строчке. Также у нас потом будет игра против Бристоль-Сити. Ну и под конец, если я ничего не путаю, у нас матч против Миддлсбро. Так что, да, все правильно. С Бирмингемом мы играем вторым составом, ну а с Бристолем и с Миддлсбро мы сыграем первым составом. И у нас небольшие перестановки в составе. Я решил Вову поставить в первый состав, потому что у него одинаковый рейтинг, как и у Дениса Казанского. Но его уже второй состав с капитанской повязкой. Ну что же, у нас первый матч. Играем мы в гостях. Ну и главное вот взять именно второй состав, где тут Сергей Кривохарченко. Ну что же, поехали. Итак, первый матч в сегодняшнем выпуске. И он сразу же выездной против Бирмингема. Мы играем вторым составом. Команда играет ниже нас. Но это все равно не дает нам повода расслабляться. Мы будем ротировать немного состав. И поэтому сегодня у нас сыграет именно второй. Но именно этот второй состав должен себя ничуть не хуже показать, чем первый. Бамгарнер. На Меломеда. Меломед. На Скворцова. И тот в касание. Ух, как хорошо. Сейчас рядом с нижним углом пролетает мяч. Все игроки наши в штрафной. Надеюсь, что у нас сейчас получится вынести. Кривохарченко нет. Все-таки пропускаем мы с этого штрафного. И вот так вот Бирмингем забивает нам свой четвертый мяч в этом сезоне. Самая нерезультативная команда лиги нам все-таки забивает. Теперь нам еще и отыгрываться нужно. И все, друзья. Минимально проигрываем в гостях. Очень трудно показалось играть. Тем более, этот единственный пропущенный гол после стандарта с добиванием. Хоть и потащил Кривохарченко. Но, как видите, по статистике практически она была равной. У нас лучший игрок это Дима Буренков. У него ни одного успешного отбора, наверное. Зато 8 успешных обводок. Это очень хорошо. И 11 завершенных пасов. Ну да, действительно, очень отлично он отыграл. И лучшим вообще стал это Сунжич. Который вот забил нам этот свой гол. Капитан команды. Почему Ефремов не сыграл свой первый матч? Он сыграл уже. Не знаю, почему вот это все начинают писать. Хороших вещей можно и подождать. Мы все ждем, когда Ефремов выйдет на поле. Ему самому не терпится показать вам и болельщикам, на что он способен. Скоро вы увидите все сами. Что скажете? Насчет чего? Насчет нашей серии. Все-таки мы не проигрывали, да. Все серии когда-нибудь заканчиваются. Следующие игры мы будем играть по порядку. Без дальнего прицела. Как сегодняшний матч скажется на уверенности игроков? Ничего подобного. Да, сыграли мы не лучшим образом. Но у нас хороший коллектив. Команде здоровая атмосфера. Так что с этим мы справимся. Проведем мы сейчас тренировочку. Вот Дима Буренков, Айвазиан. Прокачались прям хорошо так. Но рейтинг новый пока что не получают. Итак, у нас игра против Бристоль. Мы теперь опустились на одиннадцатую строчку. Но если мы сегодня, кстати, выигрываем. Если это у нас получится, мы получаем четырнадцать очков. И мы можем обогнать сток Сити. И попадем уже на восьмую строчку, где и были. Ну, либо на девятую. Так что сейчас мы будем играть первым составом. Вот. Мы готовы сыграть против Бристоля. Это практически наши соседи. По таблице на одно очко мы их опережаем. Но нам надо набирать очки. Тем более еще и матч домашний. И первым составом мы играем. Итак, домашний матч. Играем против Бристоль Сити. Команда играет тоже чуть похуже, чем мы. Но одно очко всего лишь разницы. Будем играть от защиты, наверное. Играем еще и первым составом. Поехали. Он дает передачу на Константина Кучаева. Тут обратно на Максима. И Максим вот сейчас вот может ускориться и пробить. И это 1-0. Максим еще и желтую карточку получает за предыдущий момент. Но ничего страшного. Главное, что он забивает гол. Просто здесь все отлично. Отыгрались они с Константином Кучаевым. И практически такой же гол он забил свой первый в чемпионшипе. Это его уже второй гол. И это 1-0. Мы выходим против Бристоля. Но желтую карточку, правда, он получает. И снова вот этот вот опасный момент сейчас. И все-таки мы пропускаем на 87-й минуте. Заменяем мы Максима. Устает он очень. И вот так вот контролировали вроде ход событий в матче. Но вот последние минуты в матче все практически нам испортили. Все, заканчивается матч. Ничейный счет 1-1. На последних минутах мы потеряли свою победу. И в ничью заканчивается этот матч. Что скажете о неудачном дебюте? Во-первых, Ефремов, еще раз повторяюсь, он уже дебютировал давно. Я знаю, что он способен на большее. Рассчитываю раскрыть его потенциал. Все хотят, чтобы у него все получилось. В первую очередь я. Но на это нужно время. Что скажете об ответном мяче на последних минутах? Это футбол. Тут такое случается постоянно. Мы не будем долго переживать результаты. Это уже в прошлом. Мы думаем о следующем матче. Напряженный матч. Какие у вас впечатления? Ребята расстроены. И правильно мы сегодня выступили плохо. Сыграли ниже своих возможностей. И при всем обожении клуба Бристоль. Такие игры нужно выигрывать. Ну все, вроде по факту сказали мы. Снова тренировка. И снова никто пока что в рейтинге не повысился. Ну а мы теперь на 12-й строчке. И у нас игра против Миддлс Бро. Мы будем играть вторым составом. Но я, пожалуй, все-таки бы выпустил Довню вместо Кривохарченко. Ну и также, не знаю, кому даже брать с собой. Если я достал, возьму Ефремова. И также Козлова. На всякий случай. Ну и давайте вместо Кучаева возьмем Максима. Все. Вот таким составом мы будем сейчас играть. Против Миддлс Бро. Они играют выше нас. Ну и еще и гостевой матч. Миддлс Бро сейчас на 4-й строчке. А мы очень сильно опустились. Были вроде на 8-й. Но потеря очков. И все к этому приводит. В этом выпуске мы пока что до сих пор еще не победили. Нужно это исправлять. И надеюсь, у Миддлс Бро это у нас получится. Итак, последний матч в этом выпуске. Играем мы против Миддлс Бро. Боездной матч. И играем на Риверсайд Стадиум. Официальном стадионе. Лицензированном FIFA 20. Ничья 0-0 против Миддлс Бро. Не смогли ни мы, ни нам. Опять повторюсь, забить. 0-0. Мой лучший игрок Денис Казанский. Два из двух отборов. Напряженный матч. Какие у вас впечатления? Если честно, мне казалось, что голы будут. Но сегодня был бенефис защитников. Тем не менее, результат, считай, закономерным. Было бы несправедливо, если бы одна из команд пропустила. Вы рассчитывали на такой результат? Нужно отдать должное нашей защите. Отсутствие пропущенных голов. Целиком ее заслуг. Конечно, мы не планируем играть 0-0. Но иногда приходится держаться и выигрывать такие матчи. Фриент уверенно отыграл в защите. И это из-за него мы не смогли победить. Фриент сыграл прекрасно. Но мне, в первую очередь, наша игра не понравилась. Итак, ответив на вопросы, мы сейчас узнаем, обгонит ли нас Милвелл. Мы на 12-й строчке. Теперь на 14-й Милвелл нас обогнал. 14-я строчка. В начале мы были вроде как на 8-й. До первой строчки у нас 9 очков разницы. Там много. 3 победы надо. И чтобы еще и первая строчка проигрывала все матчи. В сборную России вызываются Дмитрий Ефремов, Александр Довня, Андрей Козлов, Артем Шмельков, Роман Трушечкин и Денис Казанский. Один лицензионный игрок это Дмитрий Ефремов. Один профессиональный футболист это Александр Довня и Андрей Козлов вызваны. Ну и комментаторы Шмельков, Трушечкин и Казанский тоже вызваны в сборную России. Ну удачи им мы пожелаем. Ну а нам предлагает сборная Индии стать их тренером. Мы отклоняем. Игра против будет у нас в следующем выпуске против Барнсли, против Рейдинга и против Лидс Юнайтед. Интересно. Давайте посмотрим. Барнсли идет на 20-й строчке. Рейдинг на 7-й. Ну а Лидс идет на первой строчке. Это будет против них очень тяжело играть. Надо подготовиться к этому матчу. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok